Друзья, привет! Меня зовут Ксюша. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня, как вы уже заметили, это невозможно не заметить, у меня в кадре прибавление, которое вытесняет меня из кадра всячески, потому что габариты Леонида... А, это Леонид. Здравствуйте. Несколько отличаются от моих, но я надеюсь, что мы уместимся в кадре. И вы будете нас хорошо видеть, хорошо слышать. То, что сегодня я не могла никак обойтись без Лёни, потому что сегодня я подготовила для вас тему, которая волнует нас сейчас всех девочек очень-очень. И говорю я, конечно же, не про 8 марта, а про 23 февраля. Потому что до 8 марта, девочки, ещё надо дожить. И чтобы получить свою долгожданную шубу, да, Лёня, нужно подарить дезодоранты или носки вовремя. Иначе можно остаться без подарка на 8 марта. Мы с тобой сегодня обсуждаем... 23 февраля. 23 февраля. И всё, что с ним связано. Да, и всё, что с ним связано. Спасибо тебе, что согласился мне помочь. Я думаю, что твоя помощь будет неоценима. Лёня, хочу тебя спросить. Как ты вообще относишься к этому празднику? Отмечают его у тебя в семье или нет? Ну, данный праздник для меня является чуть ли не основным, потому что семья у меня военная, отец военный, я военный. Ну, сейчас я в отставке. Но я кадровый офицер, поэтому для меня это самый настоящий праздник. То есть ты считаешь, что 23 февраля должны отмечать только служащие мужчины? Те или те, которые служили? Ну, вообще, конечно, это считается профессиональный праздник, соответственно. Но каждый мужчина у нас является защитником. Если он семейный человек, то он является защитником семьи, поэтому поздравлять их надо всех. Здорово. Слушай, ты можешь вспомнить какой-нибудь самый нелепый и странный подарок, который ты получал на 23 февраля? Ну, возможно, я скажу твое мнение какое-то, но мне подарили цветы, ну вот, уж лучше были бы носки. Ясно. Кстати, по поводу носков. Вот знаешь, ходит такой стёб, не умолкающий, это уже очень много-много лет обсуждается, что мужчине, женщине на 23 февраля дарят носки или пену для бритья, а сами на 8 марта хотят шубу или колечко золотое. Вот как ты к этому относишься? Ну, здесь лично мое сугубо мнение таково, что каждый подарок должен быть принят с удовольствием от любимой женщины. Дорогие подарки мужчины делают, наверное, сами себе, а женщину надо баловать. Или... Ой, вообще, бальзам. Сейчас, знаешь, сколько у тебя поклонниц будет по этим роликам? Когда теперь мы увидимся? Будут писать. Да ничего, они со мной увидятся, мне будут писать. Я вообще не удивлюсь, если меня выгонят своего канала, скажут, давай, Леонида. Слушай, ну, ты сам сказал про носки и что ты не против их получать, поэтому сегодня... Ну, это что значит не против? Хотелось бы, конечно, кроме носков и всего что-нибудь. В Шевроле или там в Мазерате? Такое мы лучше сами себе. Ну, все-таки, ну, признаем, да, с тобой, что носки и вот все, что с этим связано, это классика жанра. Конечно, да, это что ни на есть классика жанра. Потому что сейчас... Видел, такие продаются, как консервы? Ну, да, это стилизация такая, да. Носки, то есть никуда от этого не уйдешь. Первое, что приходит в голову, когда говоришь 23 февраля, у меня в моем ассоциативном ряду сразу появляются носки автоматические. В банке? И без банки тоже. И пена для бритья. Про пену для бритья, честно, говорить с тобой не будем сегодня. Я тебе обещала, что косметики в кадре не будет, потому что Леонид обещал мне, да, и мы с ним договорились на тех условиях, что он придет только если я не буду его красить в кадре, рассказывать про косметику и так далее. Поэтому никакой косметики сегодня не будет. Пены для бритья сегодня тоже не будет. Но, Леонид, носков тебе не избежать. Ну, это понятно. И нам сегодня с тобой помогает Ивановский трикотаж, магазин Василек. Он любезно согласился снабдить тебя всем, что... Необходимым. Всем необходимым, да. Как это на военном сленге называется. Какой паек там? Сухпаек, но это продукты. Ну, у нас сегодня сухпаек... У нас вещмешок. Во, вещмешок. Я сегодня буду все доставать, что я для тебя купила. Исходя из своих, так сказать, знаний о твоих габаритах, ты будешь... Ты уже все это, не будем обманывать наших телезрителей, померил. Ты это все видел. И кое в чем я даже уже сижу. Да, в коем ты даже уже сидишь. Это продается в магазине Василек. Мне, кстати, очень нравится, как вот эта штука смотрится. И тебе очень идет вот этот лазурный синий цвет. Положим все на ваше мнение. Давай, доставай из нашего пакета. С чего начнем? Да по порядку, давай. С носков? С носков. Начинай с носков с родимых. Так, вот такие вот у нас носки, девочки. Они продаются в комплекте. Хотела сказать неприличное слово. Какую тучу штук. Если не больше. Да, там очень много носков. И одна пара носков стоила что-то около 12 рублей получается. Ты эти носки примерил. Да, к сожалению, то написано по размеру немножко не соответствует. Потому что он оказался меньше где-то, наверное, на размер, а то и на два. Хотя покупали, исходя из моей стопы. Плюс качество, конечно, немножко хромает. Ну, может быть, из-за цены, конечно, это все. Мягко говоря, оно хромает. На одном носке сразу образовалась дырка. Прямо в момент надевания. Так что... Ты даже не успел поносить. Качество оставляет желать лучше. Но там в этом магазине есть куча других еще всяких носков. Но самое интересное, что материал достаточно приятен. Да, он правда. Это хлопковые носки, они очень приятные. Просто, может быть, если вы угадаете с размером. У тебя же большая, да, нога? Ну, 44 размер. Ну вот. А там есть, может быть, на более маленькую стопу, например. Ну, написано размер в размер. Соответственно, лучше не заказывать сразу большую партию. Или посмотрите просто другие носки. Там есть носки подороже. Ну, возможно, с какого-нибудь, не только чистый хлопок, а с каким-нибудь тянущимся материалом. Они будут лучше. Да, потому что хлопковые, они, видите, прям, ну, вот совсем вот такие. Надо брать их в меру. Ну, сначала теперь с этой гипой носков. Носить сама? На какое время? На каком месте, я здесь сняюсь спросить. Ладно, давай дальше. После носков приличные люди. Естественно, да. Приличные люди, потому что к чему? Труселя. Труселя. Ну, здесь мы сначала постараемся не показывать в кадре. Да. Весь, всю прелесть. Держи. Вот так. Потом развернешь. Вот красные трусишки. Но самое главное, что на них? Так, а спереди? Вот, вот это да. Это патриотичные трусы, да? Нет, это супер. Тут с этим не поспоришь. Я не хочу даже знать, примерял ты их или нет. Пока я иду. Нет. Конечно, примерял. Так, трусы я больше не буду показывать. Но ты доволен, да? Доволен? Хорошие трусы. Трусы хорошие, да? Трусы хорошие, да. Там есть разные. Почему ты выбрал именно такие? Ну, это же классика жанра. Понятно. Но трусы хорошие. Я же еще застал это время. Конечно. Ладно, окей. Давай дальше. Так, теперь у нас вот такая вот красивая толстовка. Что это? Кофточка? Ну, я не знаю, наверное, кофточка этого девочек. У нее, видите, такие необычные, как это назвать, драпировка, То есть у нее как будто рваные края вот здесь по рукавам. Распущены немножко нитки. Да, распущены. Хотя все прострочено. То есть это просто имитация такой декор. Что типа под ним что-то надето. Да, да, да. И вот здесь тоже распущены нитки. Ты мерил? Да, это хорошо. Ну, это она даже чуть-чуть, немножко больше даже, чем предписано размером. Но хорошо, да. Она подходит. Размер-размер. И качественная. Можно брать, да. Она теплая? Она внутри как с подкладкой, как с начесом с каким-то. Ну, в общем, это на зимнее время года. Ну, осеннее, да, точно подойдет. Потому что она прям и теплая, слушай, это прям свитер полноценный. Так, что дальше? Ой, вот эта футболка очень красивая. Такой узор, и она такая яркая. Да, но, к сожалению, размер не подошел. Хотя, она точно такого же размера, как вот эта. Она меньше на размер. Ну, указан, что это 52, а на самом деле это 52, да? Ну, тут сложно сказать, как это все вышло, но она не подошла по размеру. Ага. Но футболка очень симпатичная. Да. То есть, если угадать с размером, то можно прям... Это хороший, мне кажется, подарок. Очень приятный, да, материал такой, дышащий. Очень хорошо. Так, теперь следующее, что, к сожалению, тоже не подошло. И тоже прикольный принт. И тоже, да, хороший принт. Смотрите, такой цвет здесь, Орел. Принт, кстати, 50, да, тоже 54. И чего, она тоже мала? Тоже мало. Ничего себе, обидно, конечно. Но она такая мягкая, она такая приятная на ощупь. Материал хороший, очень, да, используется. И стильная она очень. Мне кажется, вот с черной кожаной курткой, леска сухой. Вот такой вот стиль, типа немножко байкерский. Немножко, да, такое есть под хоролидевицей, но... Ну, в общем, идея хорошая, если угадать с размером, да? Если угадать с размером, да. То есть, эта обла тебе мала, значит, человеку нужно брать на размер больше. Ну, если 54-й у человека размер, ему надо брать 56-й. Да, соответственно, если там 48-й, то 50-й, да? Да, но мы же не знаем, как в дальнейшем. Конкретно этот вариант оказался меньше. Ага, ну ладно. Возможно, другие размеры, там, размеры-размеры идут, сложно сказать. Так, вот это... Это что, Black Star Mafia? Нет, это какая-то... Brooklyn Five, New York City. Ну, тут какая-то немного пиндосовская тема идет. Чего? Какая тема? Американская тема прослеживается. Сейчас не самые лучшие отношения с данной страной. Ну, да. Но ты в Беларуси, то есть, из Иваново и совсем у нас хорошие отношения. Хорошие, конечно. После этого тоже хорошие. Качество хорошее. Это подошла к размеру? Это подошла. Это все в порядке. Но здесь, кстати, смотрите прикол. Вот я сейчас смотрю. Нашито 50. Нашито 50, а ручкой подписано 54. То есть, они, видимо, сами там не очень ориентируются в своих размерах. Но это симпатичное, да? Да, хорошее. И хорошее качество тоже. Нет, у них они очень-очень качественно сделаны. Так, а вот теперь идет самый... Хардкор. Писк, да. Твой любимый цвет. Две одинаковые футболки. 54. А почему две? Ну, вот как-то так и случилось, непонятно. И 52. Это, видимо, вместо чего-то положили, потому что заказывалась другая футболка. Видимо, то и не было в наличии, добили другим. Они просто решили, что ты очень любишь этот цвет и лишним не будет. Идея в том, что здесь 52 размер оказался нормальным. То есть, он подошел на 54, а 54 оказался чуть-чуть больше, чем предыдущие 54 вот такие вот футболки. Ну, то есть, размер гуляет, к сожалению... Как хочет. Да. Размер гуляет. Не угадаешь. То есть, этот 52, он оказался ближе к 54, нежели к 52. Вот такая вот история. Ну, это, конечно, не очень хорошо, потому что если ты заказываешь дистанционно, и тем более в подарок, он представляет, что ты даришь мужу футболку, например, на 23 урале, а она ему мала. Ну, придется вот так вот две покупать. Ну, кстати, по поводу покупать двух, цена позволяет. Ну, собственно, да. Потому что там вот эти футболки, сколько они стоили? 300, 400, 500 рублей, да. Больше, по-моему, 500 рублей. Это как бы нормально. То есть, одну футболку на мужа, вторую на тряпки пустить. На сына. То есть, и на 8 марта тебе. Может быть, сын уже большой. А может быть, и сын уже большой, да. Двое из ларца одинаковых. Ну, сыну одну, кому подойдет. Теперь у нас то, что мне вот реально очень понравилось. Потому что я знаю, что большая проблема найти в мужчине хорошие шорты. Да уж, с этим точно проблема. Прилипала уже тебе. Знаешь, это когда мы были юные, у нас была такая примета, что если к тебе прилипала белая нитка, значит, блондинка в тебя влюбилась. Или блондин. И вот так на палец. Блондин? Нет. Это не очень хорошо. Это плохая. Плохая. Плохая примета. Плохая примета. Нет, ну, на девочку, если. То мальчик, на мальчика. И вот так наматываешь на палец. А, Б, В, Г, Д. У тебя влюбилась блондинка на букву Д. Диана или Дина. Потрясающе. Ну, что делать? Так. Шортаны давай показывай. Шортаны отличные. Так ты трусы показал, теперь знаешь, сколько поклонниц. Да. Так, шорты отличные, да. Тоже очень приятные. Хлопок. Да, да, да. Явно с добавлением большого, там, тянущегося материала. Да. Они прям такие плотные, но при этом такие мягкие. И они хорошо сидят. Ты мне говорила. То есть, что они прям вот... Они вот хорошо на прогулку, на пробежку. Отлично. Для хлопковых шорт, мне кажется, это прямо... Отлично. Отлично. Потому что очень часто хлопковые шорты смотрятся, как семейные трусы. Ну, бывает и такое. Бывают же издевочные. Так, и еще одни. Ну, это уже даже не шорты, это бриджи какие-то. Очень, очень длинные. А там женских нет таких? Они прямо очень мягкие, они как шелковистые такие. Да, очень тонкие. Здесь мотоциклы. На лето отлично. То есть, они прям мужские-мужские. Тут мотоциклы, видите, вот такие. На лето будет очень здорово. И чего, тоже подошли по размеру, да, тебе? То есть, размер-размер. А вот эта резинка, она тебе не жмет? Нет, единственное, вы узнаете бы, насколько она там со временем растягивается, потому что обычно добавляют шнурок еще на всякий случай, да, такой фиксирующий. Здесь, к сожалению, этого нет, поэтому со временем, скорее всего, резиночка растянется. Но они все равно смотрятся, да, вот как шорты. То есть, это не выглядит ни домашней одеждой, ни семейными Они достаточно длинные, поэтому они никак не тянут на семейные трусы. Ну, и тут я немножко самодеятельности, ты знаешь, проявила. Я по-прежнему считаю, что постельное белье это лучший подарок. Да, это, к сожалению, не совсем так, потому что постельное белье это то же самое, что если на 8 марта подарить дрель. То есть, ты не спишь, не любишь чистое постельное белье. Ну, для мужчины должен быть хотя бы намек на личное предпочтение. То есть, если женщина дарит себе постельное белье на 20 марта, это намек, да, соответственно. Мужчина может это расценить, да? По-разному может, да. В меру своей испорченности каждый воспринимает. Ну, тем не менее. Но, естественно, отказываться никто не будет от такого подарка. Тем более, холостой мужчина, наверное, точно вы оцените. Ну, я выбрала, это я выбирала этот комплект постельного белья. Это не для холостого мужчины, потому что это семейный комплект постельного белья. Он, видишь, вот такой вот гигантской упаковки. Вот. И оно раскладывается на две эти. Сейчас мы с тобой его распонахаем. Распотрошил? Да. Потому что я так понимаю, что оно у меня останется, раз ты. По всей видимости, да. Вот. Оно, видите, с таким орнаментом, который подойдет мужчине. Я специально выбирала здесь какой-то графический принт. И у меня уже, я показывала на своем канале постельное белье из этого магазина, все остались в восторге. Кстати, девчонки, помните, в своем последнем видео я вам рассказывала, что я купила три комплекта детского постельного белья для своей кумы, у нее трое детей. Я прислала им эти комплекты, так там девчонки передрались. Кому с медвежонком, кому с лисенком. Она говорит, там такая битва была за это постельное белье. Вот поэтому надо было одинаково покупать. Ну, видишь, хотелось же как бы разный, тем более там один мальчик и две девочки. Ну, то, наверное, можно было выбрать. Я тут не пацаной выбралась с мотоциклами. То есть, как бы здесь проблемы не было. Мотоциклы не дрались, да? Мотоциклы не дрались, да. А дрались за... Вот, смотрите, оно какое-то. Да, красивое. Красивое. И оно с графическим таким узором. И оно очень-очень мягкое. И вот здесь вот такие вот подушки будут. То есть, видите, отличается орнамент. Мне очень нравится. Ну, видимо, да. 70 на 70. То есть, графический вот такой вот принт сочетается вот с таким вот. Мне кажется, это красиво. Очень нейтрально для постельного белья. Очень нейтрально. И, в принципе, можно подарить мужчине. Можно подарить мужчине. Да, потому что здесь не мишки. Ну, желательно, чтобы он был, конечно, наверное, не двойной тогда, если мужчина вдруг холостой. Нет, но мы сейчас обсуждаем семейный именно комплект. То есть, женщина может подарить. Заодно и сама. Она же сама будет... Получится, что женщина подарила женщине. Ну, как бы вот такая небольшая хитрость. Понимаешь? Ну, вот очень иногда может сыграть плохую шутку. Не каждый мужчина, возможно, оценит. Но, тем не менее, если вдруг... Услучит, что до нас. Ну, может быть, знаешь, бывают разные мужчины. И, может быть, как будто... Да, правильно, естественно. А он потом скажет, фу, умею покупать не надо на 8 марта. Да, да, да. Ты же уже купила нам подарок, да? На 23 февраля и 28 марта. У нас все с тобой, да? Мы все рассмотрели, все подарки. И вот на эту кучу, 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 кучу всего, что я вам сегодня показала, все вот эти футболки, трусы, носки, шорты, постельное белье, все это обошлось примерно в 5000 рублей. То есть на эти деньги можно армию, мне кажется, одарить. Ну, если исключить постельное белье, там, наверное, вообще можно. То вообще получится. Потому что постельное белье было самым дорогим, по-моему... Носки можно купить, наверное, лет на 10, наверное. Да можно вообще, да. Потому что постельное белье стоило, по-моему, что-то около 2000 рублей. То есть, представляешь, вот эти все футболки, носки, шорты, все на 3 тысячи рублей вышло. То есть, реально можно очень здорово закупиться в Ивановском трикотаже, если хочется, своим мужчинам. Если у вас сыновья, муж, отец, например, дедушка, большая семья, можно прям конкретно закупиться, при этом не оставить половину зарплаты, и все будут продыдать качество хорошее. То есть, это такой прям для тех женщин, для которых большая семья, мне кажется, лайфхак. Можно сразу выбрать, да, для ряда мужчин, если, допустим, их много в семье. Ну, Лень, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришел, твое мнение, потому что было бы странно, если бы я заказала мужскую одежду, и стал бы ее тут примерять, трусы, вот, что так любезно согласился. Как ты понимаешь, все это, кроме постельного белья, ты уносишь с собой. Ну, да. Вот, это не остается. Так что я готов еще к таким экспериментам. Так что в музее Поля чудес не остается, забирай с собой, пользуйся. Все носи. Спасибо Ивановскому трикотажу. Ивановский трикотаж реально выручает. Вот реально выручает. Уже второе у меня видео, когда вот я с чистым сердцем могу сказать, что вот просто для меня это находка. Напишите, пожалуйста, девчонки, как вам идея таких подарков? Покупали ли вы что-то в этом магазине? Потому что после моего последнего видео я знаю, что очень много клиентов приобрел этот магазин. Как вам качество? Как вам ассортимент? Что понравилось, что не понравился? Давайте поддержим Леню, потому что он первый раз, ну, я надеюсь, не последний, принимает участие в таком видео. Я считаю, он держался просто прекрасно. Спасибо вам, что были с нами. Всего хорошего. С 23 февраля всех мужчин и всех девушек. С наступающим 8 марта. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.